Ленин не грипп, заявили в прием на КПРФ. Звучит как юмористический слоган или название паблика ВКонтакте, но мы находимся на мастер-классе для научных журналистов. Сотрудники научной редакции информационного агентства ТАСС приехали из Москвы в Владивосток студентам ДВФУ, чтобы провести для будущих журналистов и пиарщиков ликбез по научной журналистике. Впрочем, кроме студентов, необычное для региональных медиа мероприятие посетили и ученые, и даже уже работающие в отрасли журналисты. Я ожидала, что узнаю больше о мире научной журналистики, когда сюда приду. Наверняка там будут разнообразные формы работы какие-то, в чем я убедилась. То есть у нас информация преподносилась и с помощью лекций, и с помощью игры, деловой игры. Открывал мастер-класс Егор Быковский, рок-звезда отечественного научпопа. В ТАСС он занимает должность начальника научной редакции, параллельно осуществляя руководство интернет-порталом Чердак. К слову, чердачные журналисты и редакторы также стали лекторами и предложили студентам университета пару ценных советов. Впрочем, даже сам Быковский уверен, что такие мастер-классы далеко не для всех. Конечно, людей, которые интересуются машинами, одежкой или, не знаю, путешествиями, все равно будет больше, чем людей, которые интересуются наукой. Это данность. Но, тем не менее, в нашей стране, по моим оценкам, а я интересуюсь такой родной статистикой, около 4-5 миллионов человек готовы регулярно об этом читать. Опытный научный журналист отметил, что подавляющее большинство хороших научных журналистов получало вовсе не журналистское образование. Научпоп требует в качестве журналистов себя внутрь людей, которые получили специфическое образование. Это такой формальный ответ. А неформально я скажу, что естественно научное образование гораздо лучше развивает мозги, чем некоторые другие. Ближайший пример, подтверждение слов Буковского, известный в YouTube-среде научный журналист Александр Сергеев. Он, имея вовсе не журналистское образование, вполне доходчиво раскалывает о гранит науке, общественные заблуждения и мифы, в том числе и о самой науке. Однако, возвращаясь к теме мастер-класса, многих участников, особенно из сферы рекламы, интересовало, почему научные новости так тяжело продавать, особенно на рынке труда. Потому что издатель этого условного ресурса, о котором сейчас говорим, не чувствует к этому интереса. Поскольку люди обычно судят по себе, он считает, что и остальные к этому интереса не чувствуют. Мы с вами находимся в той самой выгодной, интересной эпохе, когда, если вам хочется о чем-то говорить, можете завести свой ресурс. Так появилось множество, кстати, очень интересных и сильно посещаемых ресурсов. В ходе мастер-класса участникам раскрыли множество карты, показали немало подводных камней в научной журналистике. Впрочем, до конца дожили далеко не все, ведь подобная сфера медиа, как уже сказал выше Егор Быковский, далеко не для всех. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.